Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. России запрещено участвовать в международных соревнованиях. Что об этом думают на Алтае? Бурнаульцы пытаются спасти землю от пластика. Как они это делают? Здание аптеки на проспекте Ленина вновь станет католической церковью. Итак, Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на 4 года. На всех крупных стартах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, наши спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн под запретом. Причина все та же – допинговые скандалы. Как к этому отнеслись алтайские спортсмены, и какова судьба этапа Кубка мира по гребле, который должен состояться в Барнауле? Расскажем в сюжете. Драматичный финал бриллиантовой лиги в Марокко, который весь мир увидел этим летом. На финише Сергея Шубенкова зацепил ямайский легкоатлет. В падении, но все-таки Шубенков вырвал победу. Хоть и под нейтральным флагом, под ним он выступает уже несколько лет. По идее, предсказуемое решение ВАДА не должно отразиться на нейтральном спортсмене. Однако, не факт, что Шубенков вообще сможет выступить на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. Если, например, все федерации уже сказали, что, скажем, атлеты, которые не имеют допингового бэкграунда, будут выступать на играх в нейтральном статусе, что федерации легкоатлетики, они пока отозвали прием заявок на присоединение нейтрального статуса. Мы пока не имеем даже форму, мы не можем ничего никуда отправить. У России до конца года остается время, чтобы обжаловать решение ВАДА. Но, по мнению экспертов, шансов практически нет. Для сравнения, сто лет назад Германию тоже оставили без Олимпиады за развязывание Первой мировой войны. В 1948-м Германию и Японию. Санкция за Вторую мировую. Это американцы. Вот самое натуральное, там американцы все. Под их ним руководством. Ну и Канада, там и Польша. Вся эта шелупуня, извините. Но это неправильно. Неправильно, что отстранили. Потому что под российским флагом нужно выступать. Знаете, за спортсменов обидно, конечно. Но больше обидно за наших стариков. За то, что они пенсию такую получают. За наших детей, которые в таких школах учатся, в сельской местности. Теперь под вопросом и этап Кубка мира по гребле в Барнауле, который должен пройти в 2021 году. Ведь четыре года России будет запрещено проводить крупные международные соревнования. Хотя здесь в любом случае решение за федерацией Каноэ. А она, как считают в Минспорте, края на нашей стране. Этап Кубка мира. Мы сделаем все, чтобы он был. То есть мы готовимся. Пока все нормально. Но вот сегодня у нас планировалась встреча с федерацией, перенеслась. Возможно, завтра в Москве на коллегии Минспорта. Но я смогу с кем-то, в том числе с представителем федерации, этот вопрос обсудить. В Минспорте, кстати, спортсменов за это не осуждают. Ведь чистые спортсмены покажут, насколько они сильны даже в таких условиях. Вспомним хотя бы награждение на Олимпийских играх в Пхенчхане, когда российские хоккеисты и многотысячный зал вместе, наперекор всему, исполнили гимн страны. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. А между тем в Барнауле готовят к открытию елочные базары. Какие деревья подходят для новогоднего украшения, когда их начинают срубать, и сколько всего ели представят покупателям, узнавала Дарья Эйдемиллер. То праздник ура, то ты накануне елку купил. Сегодня нам расскажут, где эти самые елки хранят, и покажут, откуда их привозят. На елочных базарах у нас заготавливается, ну, продается не только с нашего региона, а также из соседних регионов, Темирской области и Республики Алтай. На территории края, ну, для сравнения, идет огромный спад, интерес вообще к новогодним елочкам. Люди больше покупают искусственную ель. Ну, для сравнения, в прошлом году заготовлено 20 тысяч деревьев хвойных пород официально. А в этом году на сегодняшний день всего 8 тысяч. Вопреки расхожему мнению, на новогодних базарах молодые ели не продают. Именно эти деревья сейчас внимательно охраняют от высягательств. А на новогодний базар увозят верхушки старых еловых, либо же те деревья, которые удалили, чтобы проредить лесополосы. Заготовка новогодних елей начинается где-то в конце октября, ну, конец октября, начало ноября, до Нового года. Итак, здесь хранятся деревья, что будут радовать вас, вероятно, до середины следующего месяца. Всего в крае планируют подготовить 16 тысяч деревьев. Здесь их около 600. Кстати, продажи уже идут, и к концу месяца помещение опустеет полностью. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. К другим темам. В стране может случиться мусорные коллапсы. Наш регион в списке риска. Об этом предупреждает Минприроды страны. Дело в том, что рекоператоры в долгах. Речь идет о ситуации в Алтайском крае, Республике Алтай и еще 14 регионах. Минприроды предлагают лучше информировать население об оплате коммунальных услуг, обязать бюджетные учреждения, покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки. Возможно, что рекоператорам компенсируют убытки. Но пока мусорный коллапс не в масштабах города, нескольких многоэтажных домов точно уже случился в Рубцовске. По словам жителей, свалки под окнами не убирают месяцами, а с людей дерут приличные суммы. Валентина Аскерова разбиралась в проблеме. Груды мусора прямо под окнами. Это практически ежедневная реальность жильцов нескольких многоэтажек Рубцовска. Да гванища, вон, откроешь, я на четвертом этаже живу, весь запах, если с юга, ветер, все, это закрываешь нагло. Вот где-то неделю назад вывезли, а до этого месяца полтора не возили. Тут горы были, прям в уровень. Убийственную красоту на этом месте наблюдает почти год. Причем, в отличие от большинства таких историй, мусорные контейнеры есть. Нет элементарной культуры. Мимо валят соседних домов и предприятий. Вот сюда все бросаем, видите, в мешках. Это строительный мусор, тут же бытовой. Магазины, да? Тут же. А вот магазины, это вот эти, вот тут три магазина. Потом аптека, вот в девятиэтажке. Месяца два вообще ничего не убиралось. Мы задыхались в мусоре. Вот я живу в правильном подъезде. Мусор, вот особенно легкие, вот эти пакеты все, они летели сюда. Вот выходишь, и тебе пакет в лицо. Когда ветра же стояли сильные. Фаина Михайловна даже подумывала продать квартиру. Настолько невозможно здесь жить. В управляющей компании «Север», которая обслуживает этот и другие задыхающиеся дома, проблему не решают. Говорят, очистка мусорных баков и зачистка стихийной свалки – обязанность рекоператора. Втор георесурса. Ой, как часто там убирают. Это вопрос, конечно, интересный. Но раз в два месяца они точно там убирают. Но если бы они вовремя зачищали, не было бы такой бы свалки. То есть они не выполняют свою работу? Конечно, да. А за невыполненную работу дерут деньги, жалуются люди. Причем со всех разные суммы. Семьи из трех человек в одном случае берут 600 рублей в месяц, с другой – 300. Хотя тариф с человека – 60 с небольшим рублей. Сам рекоператор причину беспредела не объяснил, не взял трубку. Кстати, Рубцовс не единственный город, где болезненно приживается мусорная реформа. Похожая ситуация в Славгороде, Заринске, а также в районах края – Тольменском и Михайловском. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Вот российский Greenpeace предлагает отказаться от пластика. Перечень запрещенной продукции достаточно большой. Экоактивисты считают, что мир близок к пластиковому коллапсу. Вторичной переработки в разы меньше, чем производимого сырья. Возможно ли ограничить производство пластика, узнавала Полина Жданова. Влаженные салфетки безобидны на первый взгляд вещь. Но вот их упаковка сделана из пластика. Ручка тоже сделана из пластика, чуть-чуть поплотнее. А еще целлофановые пакеты, баночки от кремов и шампуней, контейнеры для еды, бутылки и многое другое. Все это тоже сделано из пластика и он является неотъемливой частью нашего быта. Отказаться от него довольно сложно. Однако экологи-активисты и ученые считают, что такое огромное количество изделий из пластика все быстрее приближает нас к экологической катастрофе. В Барнауле все больше людей заменяют пластик на тканевые мешки, твердые шампуни и мыло и многое другое. Если и брать пластик, то только для многократного использования, говорит экозащитник Алена Шнайдер. Здесь у меня сумка, которую я использую просто как обыкновенную сумку. Ношу с собой, на стою в закаянии сумки. Также в нее можно положить продукты, если я не взяла в мешочек или взяла не так много продуктов. По статистике около 40% всего мусора пластиковой бутылки и 150 тонн пластика в год оказывается в океане. Еще век, и им будет покрыта вся планета. Пластик – это такой полимер, который создан человеком, и природа просто его не закладывала, так скажем. И она просто не в состоянии его сама переработать. Получается, что он существует, и он не разлагается, как, допустим, холщовая сумка. Она просто разложится, из нее можно сделать удобрение или компост. А пластик, он так и останется, будет разлагаться на протяжении 500 лет. Пока в России предлагают отказаться хотя бы от одноразового пластика, самого дешевого и вредного. Он содержит бисфенол-А, вещество, провоцирующее болезни как у животных, так и у человека. Мы можем в легкую отказаться от пластиковых пакетов, которые как фасовочные. От обычных пакетов, вот, как осылочка, от того доказательства. От стаканчиков для кофе, потому что они тоже внутри с пластиком покрыты. И это легко заменяется обычной термогрушкой, термостаканом от одноразовых бутылок с водой. Это тоже можно легко заменить термосом. Если больше 80% россиян поддерживают Гринпис, то власти нет. В Минприроды страны считают, что отказ от одноразового пластика лишит работы сотни человек. Взамен политики предлагают обязать производителей пластика оплачивать его утилизацию и переработку. Ввести налоговые льготы для перерабатывающих заводов и тех, кто регулярно сдает пластик в пункты приема. Но пока это только концепция. И несколько алтайских компаний, производящих пластиковую продукцию, отказались даже говорить на эту тему. Тема экологии захватывает все большее количество людей. Поэтому производителям приходится подстраиваться и искать аналоги вредным материалам. Это касается и пластика. Например, моя бутылка для воды состоит из тритана. Это альтернативный вариант пластика без вредных примесей, который не вредит организму и быстрее разлагается. Но стоит она достаточно дорого. Поэтому, если вы хотите войти в тему экологии более плавно и бюджетно, стоит начать с самого малого. С раздельного сбора мусора. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. До конца текущего года, а точнее до католического Рождества, здание аптеки на проспекте Ленина вернут к католической церкви. Накануне стало известно, что местный приход Римско-католической церкви и администрация Барнаула после многолетних судов пришли к мировому соглашению. Почему это настолько важно для верующих и как в ближайшее время может измениться облик здания, выяснял Илья Кочетков. Мы рады за братьев католиков, говорит Александр Франц, епископ евангелической лютеранской церкви и, что важно, краевед. Он говорит, Барнаул до революции славился тем, что здесь мирно уживались представители самых разных народов и конфессий. Нынешний проспект Ленина был своего рода аллеей храмов. Первая церковь на Московском проспекте была построена Адигитревская, это в начале Московского проспекта, теперь Ленинского проспекта. Следующая церковь, которая там стояла, это была Лютеранская возле магазина Красный, там где сейчас сквер между зданием городской администрации и магазином Красный. Третья церковь, появившаяся на Московском проспекте, это церковь, которую мы знаем как Никольская, она выполняла роль полковой церкви. И вот четвертая церковь, которая замыкала, собственно, Московский проспект, это был католический костел, тогдашняя городская окраина. Католический костел, построенный в 1913-м, недолго выполнял свою функцию. Новая власть присвоила здание, а к 37-му его сильно перестроили, отдав под аптеку, где она и располагается по сей день, теперь уже последние дни. Глава барнаульских католиков уверен, барнаульская община верующих достаточно большая, чтобы рассчитывать на собственный храм. Он надеется, что с появлением храма и верующих католиков в Барнауле выявится еще больше. Александр Франц говорит, успех католиков дает надежду и лютеранам. Возвращение здания католикам длилось много-много лет, но теперь, когда все свершилось, барнаульские лютеране признаются, что и у них появилась надежда, что когда-нибудь этот участок, расположенный на Ленинском проспекте, также вернут им. Как нам сказал отец Богдан, символическая передача ключей от здания должна произойти до 18 декабря текущего года. Только потом будет поиск средств на проект и саму реконструкцию. Однако известно, что облик здания намереваются восстановить целиком. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.